Всем доброе утро! Я уже собралась немножко, подкрасила только реснички, но и там, естественно, здесь крем-беби-крем. Моя лапа спит. Я с ним не пошла бы тут хотя бы даже погулять, потому что у нас с утра где-то опять стреляют. Завтра у нас праздник, а Святой Кармен, поэтому я не знаю, то ли поэтому стреляют, то ли не поэтому, я фиг его знает. Я вчера, кстати, на прогулке тоже так, когда мне осталось пару километров до дома, начали стрелять, и у меня началась физическая нагрузка с силовыми упражнениями, потому что Чарли пришлось на руках тащить домой. Что я делаю? Я делаю, упаковываю, проверим хотя бы, почему-то. Все в том же режиме. Он вырубился, походу. Сим-сим откройся, сим-сим отдайся, да ты не будь. Сейчас прикол будет, я его включаю, и он включается. А я специально встала, чтобы тяни. Нифига. В общем, вот такие дела. Кстати, вот эту сумку мне подарили там, где я покупала ноутбук. С ним и пойдем. В общем, какой-то трындец. Магазин, говорю, раз в 9.30, открывается время 10. Печалька. Но я думаю, что это все быстро исправит. Пойду пока обуюсь, возьму кошелек, запихаю все это в сумку. И пока его будут делать, хочу по лидолу там прошвырнуться. В общем, по магазинам. Я надеюсь, что его долго не будут делать, и поэтому я пойду прошвырнусь. Если они скажут до завтра, то я их, наверное, всех там перестреляю. Не думаю. Будем надеяться и держать пальчики крестиком. Или как там, кулачки. В общем, все на свете. Это мой старый. Нельзя его сделать. Невозможно. Говорит, если мы даже что-то там сделаем с ним, то потом будет сломаться еще что-то, еще что-то. Пипец, подкрался незаметно. В общем, тот отнесла новый. Сейчас они его посмотрят, если что-то там сломалось. В общем, будут смотреть. Или по этим вечерам, или на завтра. Ну, пипец какой-то вообще. Какой-то энергетический бум. Или программный, как его еще назвать. В общем, не хочет. Не хотят дела делаться. Сейчас мужу обрадую. А то он уже собирался оплачивать ремонт этого. Сейчас скажу. Поздравляю. Ты там сэкономил, не знаю сколько, 140 евро, по-моему. Вот это вот он его скупал. Сколько же воды он на него вылил, что его невозможно сделать. Пипец какой-то. Ладно. Ой, блин, а зачем я тогда буду машину здесь оставлять, если я потом не буду возвращаться сюда? Поеду на машине до Лидова. Я хотела машину здесь оставить. Думаю, все равно потом вернусь за компьютером. А раз нет, то я на машине поеду. Зашла в магазин. Испасио Касса называется. Музыка татарит, пипец. В общем, тут все для дома. И знаете, что еще? Не то, что еще, но присматриваюсь. О, какой красный фрукт для фруктов. Прикольно. 7 евро всего. Классно, да? Ми-ми-ми. Супер. В общем, такой вот как... Как бы вам сказать, как это называется? Штука для... Чтобы там картошку, например, складывать. Маркошку. Вот такой вот на колесиках. Фигня. Но здесь называется каррито. Карри-карри-карри-кабаито. На колесиках такое. Ну, тут что-то для кухни. Там уже для... Ванны идет. Ой, такой колесенький. Товуретка, гляньте. 35 евро. Класс. в детскую, да, если супер. Мягкая. 35 евро. Я такой в Лидоле за 20 покупала. А вот 24 евро такой табурет. Табуреточка. Так, в общем, не знаю. Наверное, нету то, что я ищу классное кресло, знаете, какое со скидкой 30%. Мягенькое. Так, это белье. Нам не нужно. Это покрывало. 14 евро, представьте. Это на большую кровать, 260 на 240. Угу. Нормально так цены. Ну, моя любимая это, естественно, розовый. Цвет настроения розовый. Но она, конечно, так покрывала себе тонюсенькой. Блин. Так. Табуретки, может, вот здесь. Нет. Нету, наверное, то, что... Не, ну, не такое, конечно. Ну... В общем, поняли. На колесиках такие там... Даже не знаю, как это объяснить. Если бы по-испански я бы вам давно все объяснила. Ну, вот по-русски как-то не лезет в голову. Если увижу, то обязательно вам скажу. Пока что... А, вот типа вот такого. Только на колесиках. Ну, это для обуви. А мне нужно для вот... Во! Чего я вам рассказываю? Вот. 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 Только чтобы здесь было... Не знаю. Это вот три штуки там. Есть еще, знаете, с такими поддонами пластиковыми вот сюда. И это маленький. В Lidl привезли что-то типа наподобие такого. Но... Ну, не знаю. Вот я хочу сравнить. Ладно. Одну еще посмотрю. Ну, теперь хоть вы поняли, что я хочу. Что потом у меня картошка с луком в ящике в таком. И там она не дышит. И, в общем, начинает тухнуть. Картошкой мы очень мало едим. Поэтому... Поэтому она там лежит и уже растет. Как вот такой вот магазинчик тут. для лимонада. Смотрите, какой классный. У меня кухня маленькая. Поэтому... Вот что? Всего понаставить, блин. Там не пройдешь, не проедешь. Вот это что такое? Вот и для чего? Что-то складывать туда, да? Сухофрукты, наверное, да? Вот поменьше. А вот для этих, кто кушает. А, да. Вот для сухофруктов. Я такая умная, что я пипец. Удивляюсь сама над собой. Ой, кружка какая красивая. Супер. Мне, кстати, одну надо выбросить. Она откололась. Кружка. А сколько она стоит, интересно? А, 2 евро всего, представляете? Недорого. Прозрачная. Классная. Скажите, вам нравится прозрачная? Мне нравится. Но у меня ни одной нету. Ну, стаканы есть, а вот так, чтобы. Это вот с трубочками для коктейлей. Ладно. Буду ходить и буду надеяться, что мне быстро позвонят насчет компьютера. Мужу сказала. А старый, кстати, за... А, ну я вам показывала уже. Он говорит, ты у них проси новый взамен, чтобы типа это, пока у тебя тот в ремонте. Да, но он не понимает, что нахрен мне нужен другой взамен, если там нет тех программ, которые мне нужны. Правильно? Я же не буду их загружать на 2 часа. Вот. Поэтому как бы... Он, что тебе сказали? Что там сломано? Я говорю, я откуда знаю? Ничего они мне не сказали. Как это так? Я говорю, ну ты холодильник когда ремонтируешь, ты на него смотришь и что ты уже можешь сказать, что там сломано? Он, по симптомам могу сказать. Я говорю, у компьютера нет никаких симптомов. Они не знают. В общем. Ой, головоломка какая-то. Ладно. Не нашла я здесь, что мне надо. Хотя я, в принципе, не особо ищу. Мне прям не то, что мне не горит, в принципе-то. Я вот машину там у Лидала оставила. Сейчас пойду. А, в Лерой Меллин хотела сходить. В общем, я нагулялась. Сейчас забацаю гаспачо. Рецепт на канале. Муж принес вот такие помидоры. Помидоры, 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 овощи. Вот. Вообще хороший, твердый. И о себе сделаю салат. Сварю пару яиц. Пару-тройку яиц. Вы знаете, вареных яиц мало не бывает. Я вот так открываю одну часть плиты. И все. И на ней готовлю. Вот. И вот у меня будет такой обед. Мужу, наверное, мясо какое-нибудь даст. Там курицу, может быть, знаете, есть грудка. Не знаю, надо посмотреть в этом морозилке. И пока будет делаться гаспачо, съем арбуз немножко. Пить охота. Машинка стирается. В общем, не нашла я никакие корзинки. Вот эту вот корзинку или какую-нибудь назвать. Но я посмотрю на Амазоне. Может быть, там что-то найду. Зашла в китайском. Там цены. Как будто в каком-то супердорогом бутике. Я охерела, если честно. Слово другого... Есть другое слово, но оно еще хуже. Зачем я вам буду говорить? То есть, пипец какие. Не китайцы, а я не пойму. Китайский магазин у нас это типа Алиэкспресс. Все привыкли, что там все дешево. Намного дешевле, чем в других магазинах. Так и в Лерой Мерлине намного дешевле, чем в китайском. Это как? Туда вообще скоро перестанут ходить все. Люди, наверное, просто по привычке ходят. Что раньше-то было дешево все. А сейчас там нифига не дешево. В общем, хватит болтать. Буду гаспачо делать. Гаспачо готов. Вкусняцкий. Яйца варятся. Посуду мою. Забацала себе вот такой салатик. Типа Цезарь, что ли. Поджарила на сковородке сухой индейку. И сюда я покромсала. Сделала лимонад из лимона. Вчера лимоны купила. Специально для лимонада. И пошла кушать. А может сделаю. Я вспомнила, у меня картошка вчерашняя осталась. Я туда разобью яйца. И сделаю ему такой омлет. Запеканку. Из гаспачо. Вот так. Так что вот такие у нас планы. Пойду в Ютубе ковыряться. Кино не будет. Я на планшете не улюблю кино. Смотрю. Ой, надо серьги снять. И поэтому вообще как-то без компьютера не то. Вы знаете, сегодня намного жарче, чем вчера. Я вот так лежу. А на полежу, лежу. И в небо я гляжу. Чарли на полу постоянно валяется. И прям жарко. Теку вся. Сейчас лежал, лежал. Думаю, что лежать. У меня уже, кстати, вторая машинка стирается. Чай пью. Он уже холодный. Потому что я его пью, наверное, часа с двух. Время пять. И думаю, пойду качаю пропылесосю. А гулять пойду с Чарли где-то часов семь, наверное. Потому что сегодня нереально жарко. На пляж ехать что-то нет. У меня желание. Потому что был два дня шторм сильный. И вода ледяная сто процентов. А поехать на пляж и не купаться я так не люблю. А купаться в ледяной воде я тоже не люблю. В общем, выбора никакого нет. Остается только дом. Выборяне. Прям жарко. Я не знаю, почему. Ветра нет сегодня. И прям духотище. Завтра на пляж поеду. Еще что, почему я тоже один из... Одна из причин, почему я не еду на пляж, это... Жду звонка. Что там с моим компьютером. Я тут посадила вот такой маленький. Ну как посадила. Воду его посадила. Жду, когда он корни даст. Он что-то не дает. Не пускает корни. Как тусенок. Вот. Ну вот сейчас цветочки опрыскаю и буду пропылесосить немножечко. Мне почему-то так кажется, что сегодня самый жаркий день за все лето. Вот за сегодняшнее лето, по крайней мере. Я даже включала вентилятор дома, потому что прям вообще ни сил не было. Потому что пропылесосила, потом решила полы помыть. Все это пятиминутная работа и не затрагивает много труда. Но жарко было очень, пришлось включить этот. Там ребенок маленький. У меня Чарли. Мы сейчас вон там пойдем. Малюсенький прям годик, наверное, два месяца. В общем, я что-то лежала-лежала. И мне не звонят с этой. Насчет компьютера. В общем, я сама себя, как говорится, нагреваю-нагреваю. Иногда останавливаюсь. Потому что говорю, сейчас как нагреюсь, как пойду наору на них. А нужно все культурно ругаться, правильно? И решила, что сейчас я погуляю с Чарли и пойду в это. Узнаю, что почем хоккей с мячом. Я же вроде в пятницу специально быстро у них купила для того, чтобы он у меня был, и чтобы я могла выпускать вам видео каждый день. А что у меня получилось? А получилось, что у меня не старого они не отремонтировали, и новый сломался, да? И как это так? Пускай мне дают тогда, может быть, правда, муж был прав, и пускай они мне дают другой. Вот. Вот, 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 вот как. Потому что я им попользовалась всего три часа. Три часа. Маму, представляете? И все. Больше и больше. И воскресенье вот было. И он у меня стоял. На столе. На столе стояла. Здесь столько детей. Почему они едут на пляж? Я не понимаю. Мира, полома. Куре, куре, полома, а? Аи! Мира! О! Правильно. А я хочу. А я хочу. Мой вень. Вот, вот, по крышам бегать, голубей гонять, дразнить Наташку, дрёгать, дрёгать, дёргать за косу. Так что сегодня духотища ещё та. Черепаха. Марска. Ой. И вот я себя так, как говорится, накручиваю, накручиваю, потом раскручиваю, потом опять накручиваю. Ну, нужно прийти спокойно, рассудительно и поговорить. Но серьёзно. Что это такое? Просто жуть не уснуть. Нам больше не уснуть. Ведь правда ведь не уснуть. Я пока не решу эту проблему. Я же ведь не усну. И вот там наверху. Там черепахи плавают. Её не видно. Не топачите, как слоны. Ой, прям тут пахнет, знаете, прудом. Завтра на пляж поедем. Завтра праздник. В честь защитницы рыбаков. Берхиндель Кармен. А ещё у нас тоже кое-какой праздник завтра. Но об этом я вам расскажу завтра. Так что... Блин, если, конечно, у меня будет компьютер. Пипец. Что-то должно быть решить. Видео на два дня. А как его? Я же подумала... Ой, а что-то тут нагородили. На телефон. Вот как я первое видео монтировала. На планшете. Блин, ну это так неудобно. И опять искать программу. Здрасте, приехали. Он туда не хочет идти. Мамо! Он что-то боится там. Бенька, мамо! Я делаю вид, что я бегу. И тогда он бежит за мной. Вот видите? Ой. Уже все труки знаю. Все... Все эти... В общем, знаю. Как и что заставить мою собаку делать, как я хочу. Что-то всё нагородили. Ладно. Идём разбираться. Будьте на связи. В общем, в чём... Хожу, жду. Сказали. Они всё ещё смотрят. Вы знаете, если бы я не пришла, они бы его сегодня даже и, мне кажется, не тронули. И они даже не помнили, а кто я такая. И что? Они говорят, какой, какой? Я говорю, я сегодня утром была. Причём моё лицо, знаете, оно не как у всех. И его запомнить очень легко. В общем, вот так вот. Всё равно я склоняюсь к тому, что такие вещи нужно покупать в больших магазинах. Таких, как там, допустим, у нас была похожая ситуация с Алькампу. Я покупала... Вот, который у меня последний был портатель. Он... Ноутбук. Он был с Алькампу. Мы взяли другой. Я привезла тоже его домой. Он тоже почему-то не работал. Не знаю, что. На следующий день я повезла в Алькампу. Они даже не спросили, чё, почём и как. Они сразу вернули мне деньги, и мы купили уже другой. Здесь же они его смотрят. Я им говорю... А, они говорят, вдруг это ты какую-то программу там установила? Я говорю, да у меня даже времени не было на то, чтобы установить эту программу. Я им пользовалась всего 3 часа. 3, ну, может, максимум 4. Всё. Я говорю, даже времени не было на то, чтобы им попользоваться. Вы понимаете? Я говорю, я у вас его купила в пятницу, потому что он мне нужен. А, иначе я бы пошла бы и в другой магазин купила. И всё, они даже не... Ну, вот, смотрим, смотрим, смотрим. Я говорю, сколько вы будете смотреть? Это может затянуть. Я говорю, я по вам сегодня с утра пришла. Специально, прям в открытие, чтобы у вас был целый день для того, чтобы вы посмотреть. Они его просто... А, они говорят, знаете, еще, чем не смешно так стало? Мы его поставили, что он у вас... Преференция, что он, типа... Вы сначала вы, а потом, типа, другие. Я так посмеялась. Я говорю, я его у вас купила в пятницу. Это ваш, ваш ноутбук, который не работает. Какая может быть преференция? А какой вы можете? Вы должны его были схватить, и мне его, при мне же, его и посмотреть, если так на то дело пошло правильно. Они, типа, еще будьте... Мне, типа, благодарны, что мы его вообще, типа, поставили, и вот смотрим. Преференции они мне дали. Ой, блин. Ну, вышел хозяин, и, типа, до закрытия мы тебе скажем, или мы, типа, поменяем все, что это, потому что я уже начала голос повышать, ну, серьезно разговаривать. Вот. Если бы я не пришла, его бы даже и не знаю, и, может быть, даже и завтра не посмотрели бы. Вот так вот работают. А если бы в большой магазин я обратилась, там бы мне уже давно, сто процентов, я уверена, дали другой новый. Вот так вот. Потом еще говорят, что нужно в маленькие... Господи, как это все на русском-то высказать? Что маленькие магазины нужно поддерживать, что нужно покупать там. Да нифига, пойдешь вот так в маленькие магазины, будешь потом доказывать еще, что я не верблюд. Понимаете? Потому что, естественно, хозяину не хочется возврат, там, платить, еще что-то, и он будет пытаться тебе его втюхать, сломанный, переделанный. Блин, опять стреляют вовсю. Чарли мой вообще, видите, побежал куда-то непонятно. Чего стреляют? Я не понимаю, что за праздник? Каждый день стрельба. Ужас. Я вчера влог не закончила. Поэтому прощаюсь с вами сегодня утром. А что у меня там с моими приключениями, мои приключениями с моим компьютером, вы узнаете. Уже в сегодняшнем влоге. В общем, до завтра. Пока-пока.